Здравствуйте! На днях в Крыму завершился всероссийский фестиваль и даже, сказал бы, конкурс студент года России. И самое приятное известие, конечно же, нам о том, что победителем, обладателем гран-при этого фестиваля стал наш татарстанский студент. А помимо этого, наш татарстанский студент, делегация была большая, это не один человек. Также зарекомендовали себя очень хорошо и взяли очень хорошие позиции. Что это такое было, что нам дает этот конкурс? Сегодня об этом мы поговорим. Здесь, в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Я с удовольствием представляю на нашей сегодняшней пресс-конференции наших спикеров. А зал, естественно, будет аплодировать каждого имя, я считаю, да? Итак, у нас сегодня в гостях Усана Владислав Викторович, начальник отдела работы с детскими и молодежными организациями Министерства по делам молодежи и спорта Республики Татарстан. Здравствуйте. К нам присоединится вскоре Элькин Искандеров, это президент Лиги студентов Республики Татарстан, а также победители федерального конкурса, обладатель гран-при конкурса «Студент года» магистрат Казанского федерального университета Нафис Терезденов. Нафис, здравствуй. И доброволец года образовательных организаций высшего образования, студентка Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Мария Рязановна. Здравствуй, Мария. Первый вопрос, Владислав Викторович, вам. Соответственно, как вы оцениваете? Вот по моим данным, которые я подсказку приготовила, вообще на участие в конкурсе заявки подали более 5000 человек. А в финал, который проходил в Крыму на базе тоже федерального университета, попали порядка 200 участников из 62 регионов России. Что это? Случайность, то, что вот такое большое количество победили? Или это все-таки какая-то закономерность, закономерная работа? И вообще, если я не ошибаюсь, это первый случай в истории, когда наш татарстанский студент стал студентом Года России. Пожалуйста. Да, добрый день, уважаемые коллеги, добрый день. Конечно же, говорить о случайности здесь довольно сложно. По одной простой причине, что мы все представляем республику Татарстан, и в нашей республике молодежная политика является приоритетом. Это факт, и складывается он из нескольких доказательств, который, собственно говоря, мы сейчас имеем. Это победа на федеральном конкурсе. Если говорить о студенте Года, российском студенте Года, он проводится с 2014 года. С 2014 года, и первый же момент, который подчеркивает о том, что победа на ФИСа была, ну, не скажу, что прямо предрешена, но не случайно, это то, что студент Года России впервые прошел нас в Казани благодаря поддержке нашего президента Рустава Владимировича Мениханова. И второй момент, очень важный, студент Года России 2014 года проходил в Казани не на пустом месте. Почему Москва, почему федералы обратились в Казань? Да по одной простой причине, что в Республике Татарстан студент Года Республики Татарстан реализуется этот проект Лиги студентов с 2005 года. То есть мы имеем колоссальный опыт проведения аналогичной премии, и надо сказать, что в 2014 году как раз Российский Союз Молодежи, а это именно они, организаторы федерального конкурса, они стартовали этот конкурс в 2014 году, они обратились за помощью в нашу республику. И у нас, как вы наверняка, как молодые журналисты уже знаете, порядка 18 номинаций каждый год в республиканском конкурсе студент Года. Российской номинации 12, 11, извините. И в 2014 году проводили здесь в Казани студент Года России впервые, именно потому, что у нас единственный регион Российской Федерации, где проводится, проводилась на тот момент, это студенческая премия, где, собственно говоря, и студенты, и эксперты имеют возможность проявить себя и выбирают лучших студентов по целому ряду номинаций. Если говорить о еще направлениях, почему я считаю, что эта победа была, ну, в какой-то степени закономерной, и эта победа была правильной, ожидаемой, для нас, для республики, студенчество является приоритетом, для Министерства Петра Молодежи в частности. И если говорить о формате работы со студенчеством, что значит формат работы со студенчеством? Это формат, который позволяет каждому молодому человеку, будучи студентом, реализовать себя в том или ином направлении. Лига студентов, вот здесь присутствуют очень молодые журналисты, вам в будущем информационное поле Республики России создавать. Многие из вас помнят, когда создана была Лига студентов в Татарстане. Это попытка интерактива. Кто помнит? Ну, 1996 год, совершенно верно. То есть это на самом деле круто. Почему? Да потому что в те годы в Российской Федерации ни в одном субъекте, Российской Федерации ни в одном регионе, подобной организации не было. Что значит Лига студентов и в чем уникальность формата Татарстана в России? Лига студентов заключилась с правительством Республики Татарстан. Впервые государство заключило соглашение с общественной структурой на реализацию мер, на реализацию проектов студенчества. И студент года это один из ноу-хау, один из проектов инновационных в тот период. И если подводить итоги, ну, сами посудите, дорогие друзья, почему Нафис, почему Мария смогли победить? Ну, Нафис, представитель, я за него не буду рассказывать, он сам про себя расскажет, но тем не менее, он представитель сразу нескольких проектов республиканских. Это кадровый резерв Академии творческой молодежи, может быть, кто-то с вами уже сталкивался с этой организацией в различных форматах. Он по этой организации ведет непосредственно проект «Медиапространство», это наша победа. Опять же, извините, что ваш хлеб отнимаю. Но Нафис еще и представитель Лиги студентов. А Мария представитель волонтерства. И если говорить о волонтерских программах, коллеги, я думаю, только ленивый и только совершенно не знающий республики может думать, что в Татарстане волонтеры хуже, чем во всей России. Это и универсиада, это и студвесна, это и проведение непосредственно Олимпиады в Сочи, это и подготовка проведения Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Ну и, естественно, представитель спортивного вуза, представитель спортивного волонтерства, эта победа тоже во многом является актуальной и значимой. Но если коротко, я могу подвести итог, пусть даже немножко пафосно вам, наверное, покажется, но это оно так и есть. Многие, наверное, с этим сталкивались. Для республики Татарстан, для правительства республики Татарстан вопросы студенчества, вопросы молодежной политики являются приоритетом. Вот и результат, результат, собственно говоря, налицо. Спасибо большое. Мария, Нафис, вопрос следующий вам. Сперва уточнение, Нафис, подскажи, пожалуйста, сколько было делегаций человек Татарстана? Татарстана 7. Если я правильно поняла, то это были как раз-таки обладатели лауреата, звания лауреата, то есть никто не остался, условно говоря, незамеченным. Как вы думаете, за счет чего вам удалось вот так вот выделиться на фоне такой огромной массы других студентов? Давайте слово все-таки Марии дадим, тоже барышне. Спасибо большое. Ну, если отвечать на вопрос, то непосредственно, наверное, я думаю, что Татарстан не одна из самых сильных молодежных политик, в принципе, в России, и поэтому Татарстан всегда виден везде. И поэтому, когда выступаешь перед аудиторией, сразу говоришь, здравствуйте, меня зовут так-то так-то, я из республики Татарстан. Все-таки покачивают головой, уже понимают, что достойный уровень будет представлен. Поэтому я думаю, то, что именно те школы, которые мы проходили уже с первого курса, каждый студент, когда поступает, он проходит различные организации школы-актива и потом уже нарабатывает те навыки, умения, которые может потом достойно представить на российском уровне. Нафис? Всем добрый день. Мне кажется, это как раз-таки слова Марии, потому что ты когда говоришь, я из республики Татарстан, на тебя возлагается ответственность. Ты еще когда говоришь, я студент Казанского федерального университета, это тоже большая ответственность, тем более мы там были в Крымском федеральном университете. И вот благодаря этой ответственности ты, как ни крути, хочешь, вот, хочешь, не хочешь, а должен достойно представить и себя, и свой регион, свою республику. И вот на этом чувстве ты вот идешь в каждой конкурсной процедуре, работаешь, это вот в рамках конкурса, но и точно так же на других мероприятиях. Хорошо, но только одно самое главное не поняла. Что все-таки главное, говорить уметь красиво или что-то еще представлять? Вот вы конкретно, что делали для того, чтобы всем запомниться и выделиться? Мария. Ну, в первую очередь я представляла себя в такой очень доброй номинации «Доброволец года», поэтому важно было показать, насколько ты искренне относишься к этому делу. Я в первую очередь была очень искренне к жюри, очень искренне говорила о республике Тарстан, все мои ребята из номинации говорили, прям сразу видно, что ты прям патриот своей родины малой. И, наверное, ради этого жюри очень пытались спросить какие-то вопросы каверзные, как вы относитесь к этому, как вы относитесь к этому, чтобы видеть истинное лицо добровольца, который претендует стать «Добровольцем года», потому что в этой номинации, я считаю, что без души вообще никак, и поэтому вот так. Нафис, ну, я напоминаю просто для тех, кто не знает, но я думаю, что в этой аудитории все знают, ну, значит, нашим зрителям, да, о том, что Нафис – это вообще наш человек, потому что он закончил наш казанский жилфак высшей школы журналистики, поэтому у тебя-то уж, наверное, точно это было самое главное слово, да, говорить, говорить и всех очаровать. Я все время пользуюсь, как сказать, девизом организации российские студенческие отряды «не словом, а делом» все-таки, потому что там на конкурсе это тоже были конкурсные процедуры, но вот все-таки оценивали твою деятельность, которая вот прошедшая была за то, что ты делал во время студенчества, там, и так далее, поэтому здесь важно было и свой опыт показать, а опыт его надо тоже грамотно показывать, ну, не говорить лишних слов, нужно тоже понимать, что это всероссийский конкурс, где-то там, ну, то есть подумать перед тем, как что-то сказать, вернее, всегда надо думать перед тем, как что-то говоришь, поэтому вот я думаю, что и делами, и словами вот эта вот совокупность этих двух вещей, она дает хороший результат. Коллеги, прежде чем вам слово предоставить, и прежде чем вернусь к вам, я все-таки хотела уточнить. Нафис, ты сейчас магистрант. На кого учишься? У меня специальность «Общестратегический менеджмент». Это двойная программа, программа двойного диплома, она англоязычная, мы получаем образование в сфере управления, в то же время практикуем свой английский язык, прям, ну, не в любом вузе, вот по опыту общения с другими ребятами такие программы есть, и поэтому еще раз подчеркиваю, что очень круто, что получилось поступить к себе опять-таки в университет. Ну, кем в итоге хочешь стать в идеале? Я на данный момент занимаюсь общественной деятельностью и когда-то, бывает, фотографирую, то есть не забываю свое вот это вот хобби, любимое дело, поэтому, наверное, все-таки в области вот именно в области государственной службы хочу развиваться дальше, в области управления, и там уже в какую конкретную сферу посмотрим. Маша? Я обучаюсь на четвертом курсе Академии спорта, на очень непростой специальности, это физическая реабилитация, наверное, больше в медицину, но, в принципе, как был положен мой выбор Академии спорта, после универсиады я хотела поступать в медицинский университет, но потом мне захотелось что-то более в спортивную сферу, потому что все-таки универсиады, мы тогда были волонтерами, и очень много эмоций осталось после универсиады, и выбор пал на Академию, в принципе, я ни о чем не жалею, потому что там обучаюсь, там сейчас есть волонтерский центр чемпионата мира по футболу, где мы активно готовим волонтеров на чемпионат. В принципе, наверное, я бы хотела связать свою дальнейшую деятельность, не только своей профессиональной, может быть, которая будет у меня хобби, а именно с обучением волонтеров на какие-то крупные спортивные мероприятия, именно в сфере спорта все-таки хотелось бы работать. Спасибо. Коллеги, если у нас вопросы в зале, пожалуйста, сигнализируйте, дайте нам. Пожалуйста, Кристине, микрофон. Добрый день, Кристина Иванова, пресс-центр Казанского университета. Вопрос к обоим победителям, к конкурсантам. Вот на ФИС, насколько я понимаю, в качестве приза получил 150 тысяч рублей, да, и возможность использовать этот сертификат на обучение, вот куда все-таки пойдет. И о своем призе Марии тоже расскажите, и, может быть, скажите, какие самые запоминающиеся, самые сложные испытания были, и какие, может быть, личные качества или что-то помогло все-таки их преодолеть и стать, быть признанным лучшим. Ну, немножко можно и себя похвалить. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Ну, о призе, в принципе, 30 тысяч рублей тоже на обучение. Нам сказали, что если вы это потратите на обучение, то никакой налог не будет сниматься. Если вы просто заберете эти деньги, то 13% заберут. Пока я не знаю, на что потрачу деньги, возможно, вложу во что-то очень интересное. В принципе, все. Премия денежная относительно конкурсных процедур. Все процедуры на самом деле были очень интересные, и которые прям очень… Мы всегда волновались. Это, наверное, было самое плохое, что возможно на этих конкурсных процедурах, потому что, когда вы действительно занимаетесь тем, чем вам очень нравится, эти конкурсные процедуры были очень такими добрыми, душевными, и хотелось говорить о том, что вам нравится, о том, что вы делаете на протяжении стольких лет, и вам хотелось делиться с другими людьми. Поэтому я думаю, вот мои конкурсные процедуры состоялись из самопрезентации, сочинения с собеседования и решения конкурсных кейсов. Но, наверное, кейсы были одни такие более сложные, потому что там все-таки на решении управленческих задач их нужно было представить в креативной форме, и во вторую очередь это командная работа, потому что все-таки мы являемся соперниками, и просто за одну секунду стать командой и решить кейс, это было, наверное, немножко посложнение. В принципе, остальные конкурсные процедуры были такими, ну их хотелось решать, и вот сочинение, в принципе, я написала на три страницы, потому что мне нравилось это дело, я люблю писать в том числе, и я расписала о своем добровольческом пути очень многое, поэтому я считаю, что такого тяжелого испытания для меня не было. У нас были, у нас, значит, мой приз — это вот 150 тысяч рублей. Во-первых, эти деньги пока еще никто не дал и не сказал, как их получить. Во-вторых, да, сказали, что эти средства на образование, но вот я даже не думал, если честно, для меня это не самое главное, эти деньги придут, придут, нет, так нет. Ну, то есть у меня есть возможность обучения в любом вузе мира, это после победы в премии студент года Республики Татарстан правительство предоставило такую возможность, поэтому вот нужно определиться сперва с вузом, в который придется поехать, и потом уже, наверное, подумаю, куда эти денежные средства направить. Это после окончания магистратуры здесь. Хорошо, вопрос, спасибо. Я все-таки прокомментирую, потому что не хотелось бы инициативу выпускать из своих рук. Первый момент. Во-первых, Нафис и правда еще не использовал свою возможность, которая президентам дана по итогам студента года Татарстана, поэтому его ждет очень большое, так скажем, образовательное будущее. А второй момент. Ребята неоднократно оба, причем, упомянули о том, что магическая фраза «Мы из Татарстана», она является как бы путеводной звездой. Я думаю, вы как представители, наверное, в зале все-таки есть те, кто ездил на федеральные форумы, территории Смыслов, Таврида или Иволга, или у вас это все предстоит. На самом деле, имидж Татарстана как динамично развивающегося региона и на самом деле имидж молодежной политики, довольно серьезный и одной из лучших в Российской Федерации, иногда создает условия дополнительных трудностей для ребят, потому что, когда, допустим, на грантах федеральных, наши представители, будучи на Иволге при Волжском федеральном округе форуме или на территории Смыслов, говорят, что мы из Татарстана, иногда от экспертов слышат такие замечания, что говорят, что вы из Татарстана, у вас там все хорошо, зачем вам еще гранты давать, вас и так поддерживают. То есть в этом случае представители нашей республики, молодежь, сталкиваются с такой задачей, которой в свое время ставил советский хоккей перед хоккеистами на чемпионатах мира. Чтобы победить, вы должны быть на голову выше. И, как правило, не хочу хвалиться, но получается, когда получается победить у наших ребят из Татарстана, это означает, что они не просто лучшие, а они обошли в этом направлении, среди конкурентов оказались самыми лучшими. Вот я думаю, Синафис прокомментирует, были ли там еще лучшие. Потому что достаточно много на гран-при выдвигалось соискателей, и результат на самом деле в этом году фееричный. Это очень хорошо. И вот ваши мысли. У нас действительно там было 22 человека, и вот даже просто когда мы первый раз сюда приехали, начали знакомиться, и вот там был такой момент, а что вот вам подарили на региональных этапах. И вот ребята там рассказывают, мне почтный грамот послали, мне чашку, футболку дали. А у нас же это вообще премия, она же грандиозная, действительно, одна из таких насыщенных, ярких мероприятий в жизни студенчества. Поэтому я там промолчал, ничего не сказал. Это чтобы нездоровую зависть не вызвать, да, случайно? Да, ну чтобы, зачем, ну то есть пусть так и думают, ну то есть не стал делиться тем. А вообще ребята сильные, нас было 22 человека, и вот я заметил такую тенденцию, что в республике у нас так или иначе в гран-при из номинации «Общественник» попадает в номинацию гран-при. А там были именно ребята из научной сферы и спорта, представители, как раз таки представитель спорта, он чемпион Европы по масс-рестлингу, он занял, получается, второе место. Девушка из университета имени Менделеева, московского, заняла вот третье место. То есть разные сферы были представлены, поэтому тут нужно было как-то вот именно консолидировать, наверное, все свои навыки, умения, возможности и опыт. И вот это все в нужный момент вовремя показать. Спасибо. Вопрос у нас был, да? Пожалуйста, передайте микрофон. Здравствуйте. Все хорошо. Газета «Республика Тарстан», лидер Малаева. Такой вопрос. Какими качествами должен обладать конкурсант и какой опыт иметь за плечами, чтобы в подобном конкурсе всероссийского уровня одержать победу в какой-то номинации? Начну я. Нафис продолжит, дополнит. Наверное, в первую очередь это иметь большой опыт, не только участие в конкурсах, а вообще иметь опыт участия в мероприятиях именно по своей сфере деятельности. Потому что добровольцем года, в моем случае, становится не за один год. И если ты весь год будешь работать, каждый день заниматься добровольцем, я не думаю, что вы станете добровольцем года. То есть это на протяжении нескольких лет упорная работа, участие в проектах. Это нужно иметь большую команду у себя за плечами. То есть жюри важно показать то, что ты не только один в поле, ты работаешь, ходишь к людям, рассказываешь об этом, но и то, что у тебя есть большая команда, которая тебя всегда поддержит, человек, которая может быть что-то сделает для тебя, если, допустим, ты не сможешь. Вот у нас такой вопрос был тоже очень каверзный. Что будет, если вы уедете в другой город? Как ваша команда будет работать в том числе? То есть это управленческие навыки, это стрессоустойчивость, это очень много таких хороших навыков, которые должны присутствовать человеке, достойно на победу, я считаю. По моему мнению, здесь Маша правильно сказала, что смотрит и, по сути, твою прежнюю работу, самое главное быть профессионалом в своей сфере, стараться быть профессионалом в той сфере, в которой ты представляешь, хорошо в ней разбираться, чтобы смочь ответить на этот вопрос. Это первое. Второе. Я вообще, когда участвовал там, я думал, что я не выиграю, потому что там ребята такие были, которые там, гэй, там вот кричали такие, а давайте организуем, а давайте всем пожелаем спокойной ночи, а давайте всем скажем приятного аппетита. Вот такие ребята были, прям кто-то там выступал там на самопрезентации, а я вот, ну у меня все время такая политика какая-то внутренняя, что нужно быть вот просто скромным. Вот пригодился ты, хоп, там прояви, там компьютер сломался, я вот компьютер хорошо разбираюсь, компьютер сломался, никто не может сделать, я подошел, сделал. Ну то есть вот надо вот какие-то вот искать такие моменты, когда ты можешь чем-то быть полезным и уже вот не просто там э-эй говорить, а вот хоп, подошел, молча сделал. Вот я думаю, что это тоже хорошее качество. Искренним надо быть обязательно, потому что не врать, когда человек врет, видят, это уже, ну то есть и сами уже с опытом видим, и жюри тем более видят, потому что они действительно компетентные там были. В-третьих, тут нужно, наверное, обладать поддержкой. Мы когда были здесь, нас поддерживали, то есть и университет, и вот департамент по молодежной политике, как нас поддерживал, как министерство наше поддерживало, то есть потому что ребята, сотрудники, они вот 24 часа в сутки готовы там помочь тебе и с рекомендательными письмами, и просто с какой-то поддержкой. Поэтому вот нужно еще обладать поддержкой вот с точки зрения тех организаций, которые ты представляешь. Спасибо. Вопрос, пожалуйста, Кристине, микрофон передайте. Я пользуюсь паузой. Дорогие студенты, если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, не стесняйтесь, сигнализируйте. Хорошо? Пожалуйста. Можно небольшую нотку такой критики. Ну не то, что критики в такую общую елейную картину. Вот понятна номинация там «Журналист года», или «Открытие года», или «Волонтер года». понятно, чем они занимаются. А «Гран-при» — это такая несколько, ну считается расплывчатая номинация, потому что, по сути, студент не сделал никакого открытия, там ничего вот, ну не создал. Вот вы можете сказать, как, на ваш взгляд, за что, за какую вашу деятельность, работу вам дали победу в этом номинации? А я так и говорю, что вот, а там прям, ну то есть там, это тоже одна из, может быть, моих таких черт характера. Я, ну все говорят, там все 22 человека говорили, что мы лучшие студенты России. Как так можно сказать? Есть люди, которые с раком борются, есть люди, которые, ну то есть научные действительно открытия делают, и, ну может быть, они действительно лучшие. Кто-то, может быть, не приехал на этот конкурс, который лучше это на самом деле, поэтому это вот он только конкурс, и в рамках конкурса вот это определено так. Я очень критически отношусь к этому званию «Лучший студент года России». я не считаю так, поэтому, ну то есть думаю, что все достойны этого, нужно только попробовать не стесняться, не бояться, попробовать заручиться поддержкой и дерзать. Все-таки, может быть, несколько слов расскажете о своей деятельности, о своих заслугах на поприще даже общественника. Все-таки не на пустом же месте вам дали такое звание? Да. Общественной деятельностью я начал заниматься еще со школы, с пятого класса, она как раз была связана с камерами, с телевидением, по большей части мы начали снимать школьные собрания, затем меня попросили сделать фильм небольшой, позвали потом Совет Школьного Сумправления, и там в школе, я сам родом из города Менделеевск, маленький городок, и там в школе висела газета, которую делали старшеклассники, а мы вот будучи семиклассниками все время к ней подходили, она была скучная, и поняли, что почему бы не сделать школьное телевидение. И вот в седьмом классе я пошел, была такая в Байтике у нас школа визуальных искусств Телебайтик, съездил на эту профильную смену, поучился там, посмотрел, что такое телевидение, первый раз увидел, как это все работает, и там по большей части готовили ведущих и телекореспондентов, а вот мне больше интересно было именно техническая часть, я поэтому научился технической части, друг Азат у меня, который есть, он занимался сбором команды, и вот мы там собрали команду из 30 человек, и вот сами тихонько-тихонько пошли, сделали этот проект, молодежное школьное телевидение, он до сих пор работает, что самое примечательное, то есть вот ребята уже получается почти 7 или 8 лет реализуют этот проект, вот я считаю это одно из самых больших достижений, что этот проект полезный, полезный людям, проект, который учит ребят быть компетентными, профориентирует немножечко, да, дальше уже пошла вот эта республиканская общественная деятельность, там школьное самоуправление, детская районная дума, совет детских организаций республики Татарстан, и вот в 11 классе мы были на смене в Анапе и увидели там ребята, которые мы купались в море каждый день, а они не купались в море, это были взрослые люди в черных футболках, сзади был написан кадровый резерв, они учились все время, там ходили, непонятно, что они для нас делали, поняли, что это что-то полезное, интересное, это мы были тогда, получается, вот с 10 в 11 класс переходили, а потом приехали домой, подали заявку на участие в проекте, вот оказались двумя представителями, так скажем, школы, вот среди студентов, поэтому мне тоже в этом плане повезло, что мы начали общаться уже со студентами со школьной скамьи, приехав в Казани было гораздо, ну то есть легче в плане вот именно такого, такой атмосферы, то есть ты вроде как будто бы только приехал, а у тебя уже очень много друзей со студенчества, в этом повезло, дальше был после кадрового резерва был республиканский конкурс «Вверх», там я одержал победу с проектом электронной учебники в эти парки, мы в Центре информационных технологий при Министерстве информатизации связи я проходил стажировку, работали над проектом электронной учебники, и дальше вот в общественную организацию Академии Твердочкой молодежи Республики Торстан, там уже эта организация, которая вот, ну не знаю, не описать словами, просто ты попадаешь в какую-то атмосферу, в которой ты хочешь помогать людям добро, так скажем, в прямом смысле творить, и совместно, то есть начали реализовывать проекты в сфере государственной молодежной политики, и дальше уже просто в какие-то моменты ты выключаешься с работы, и вот тебе нужно подвести итог, и вот этими итогами там был конкурс «Лидер года», «Победа», потом было «Студент года» в номинации «Общественник года», и вот номинации «Гран-при». Я все-таки включусь. Да, пожалуйста. Ну, во-первых, люди в черном, которые не купались, это проект «Кадр и резерв» с 2008 года реализуется, и на самом деле вот, Нафис, учитывая, что молодой состав присутствует в студии, мне кажется, все-таки надо расшифровать понятие «общественник», потому что слово «общественник», оно достаточно избитое и по-разному трактуется. Общественник — это креативный человек, такой же, как мы с вами, но вы возрастом помоложе, я возрастом гораздо постарше, но тем не менее среди нас, среди вас, есть общественники. Это креатив, это энергия, это возможность организовать, придумать проект и его реализовать, используя те ресурсы, которые существуют, используя ту команду, предлагая эту команду, создавая эту команду, которая реализует задуманный проект. Ну и Нафис почему-то скромничает, он автор целого ряда современностей проектов, причем в медиапространстве, фактически он ваш, ну он и по профессии ваш коллега, и по факту сейчас он коллега, и он не просто общественник, вот это вот непонятное слово, это человек, который дал старт многим проектам вместе с Академией творческой молодежи. Это проект «Наша победа», медиапроект, он близок к нашему министерству, мы сотрудничаем с Нафисом, с Академией творческой молодежи, чего стоит организовать процесс, где более тысячи заявок, медиароликов со всей республики Татарстан, то есть это и медийный проект, это и организационный проект, в главе стоит Нафис, то есть он организатор, он не только инноватор в этом вопросе, я не хочу хвалебных от петь, есть форум «Наш Татарстан», молодежный форум, каждый год проходит, в том числе по направлению журналистики, Нафис там в числе организаторов, насколько я помню. Для нас приоритетом для республики является межнациональное отношение, но живем мы с вами в такой республике, которая традиционно славится диалогом, традиционно славится добрыми отношениями разных народов, более 173 народа проживает в Татарстане. Так вот Нафис, автор двух медиапроектов, соответственно, как называется? «Мы – это мир» проект, медиа опять же, и форум «Медиафорум», который совсем недавно прошел. Это ответ на практике, что означает слово «общественник». К чему я это говорю? Потому что молодые люди сидят, они все являются по факту общественниками, но иногда не совсем понимают, что это такое. Поэтому на самом деле, на мой взгляд, понятие «общественника», понятие «достижение» на студенте года – это совокупность, совокупность тех вопросов, совокупность тех инициатив и тех результатов, которых достигает студент. То есть это лучший студент-общественник, который реализовал целый ряд проектов в разных направлениях и сам состоялся. И как профессионал, вот, в КФУ, я думаю, вы тоже, как бы не на плохом счету студентом были и остаетесь, сейчас уже не студент, а магистрант, да? И, соответственно, как человек, который реализует и создает проекты, будучи в обществе. Вот вам, общественник. Спасибо. Вопрос на зале, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Алия, я студентка первого курса. И у меня вопрос к Нафису. Как вы себя называете? Я общественник или я журналист? Спасибо. Ох, сложно. Я вот утром просыпаюсь, у меня есть три чемодана. В одном чемодане ноутбук, в другом чемодане квадрокоптер, в другом чемодане рюкзак, ну, то есть с фотоаппаратом, там, с объективами. И вот я иду вместе с этими чемоданами на работу в Академию творческой молодежи, могу полдня поработать над проектами, потом иду на съемки, потом иду обратно на работу, потом ночью обрабатываю фотографии. Вот, или монтирую видео. Так кто вы, журналист или общественник? Полезный человек, так скажем, пусть будет. Спасибо, пожалуйста, микрофон дальше. Пожалуйста, вопрос. Да, я еще раз хочу поздравить всех наших участников с победами. Хочу ответить на вопрос. Тут очень много прозвучало действительно от всех, кто же такой студент года. На мой взгляд, смотря на Нафиса, я знаю его как человек достаточно давно, я могу сказать, что это студент года, это человек, который состоялся абсолютно во всех областях. Нафис действительно очень скромная личность. Мы с ним встретились буквально за несколько дней до того, как он улетел в Крым на конкурс. Я его спросила, Нафис, как дела? Он такой, ну вот, я там готовлюсь, будет конкурс, студент года. Очень переживаю, не знаю, получится, не получится. Главное участие, сказала мне. Я говорю, Нафис, у тебя все получится. И он такой, да, 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 очень скромно. И я на самом деле всегда поражалась, как человек с такими талантами ограничен, то есть ограничена такая скромность. Это надо уметь, то есть в первую очередь. Ты большой молодец. Я знаю, что он участник огромного количества не только проектов, но и конкурсов. Он сам в них участвует. Казанским федеральным университетом проводился в этом году такой достаточно небольшой конкурс, но посвящен он был не у России, а образу России в объективе, где Нафис принял участие. И жюри действительно оценил его фотографии. Это надо видеть. Я как творческий человек сама это вижу, это очень красиво. Нафиса получается. Да, да, да. Давайте конкретно вопросы, пожалуйста, за аудиторию. Вопросы у меня тоже есть. Хотелось бы спросить, вы ответили, как вы готовились к конкурсам. Какого конкурса, какого этапа конкурса больше всего вы боялись, больше всего думали, что не получится у вас? Вот у меня такой вопрос. Маша, давай с вас начнем. Ну, я, наверное, скажу о самопрезентации. Нас жюри загнало немножко в рамки, в три минуты, так как на республиканском этапе студента года у нас было пять минут, то есть было больше возможностей и времени рассказать о том, чем мы все-таки занимаемся. И в три минуты очень мало людей, кто у нас действительно уложился и успел обо всем рассказать, потому что рассказать хочется обо всем совершенно. Много проектов, много эмоций, много друзей, много того, что хочется и важно донести до жюри. В том числе и я не обошлась без грешка, тоже немножко вылезла за рамки, но все-таки мне жюри дослушало. Можно, кстати, спрашивать, можно ли я договорю. В принципе, ну и это было самое сложное, я считаю, потому что мы перелет делали ночью и сразу же на следующий день у нас было выступление, а ребята были те, кто приехал заранее, и у них была возможность подготовиться, а мы такие с красными глазами идем на выступление, поэтому было сложновато. Но в принципе, вот только одно такое более сложное, и все. У меня тоже все время спрашивали, к чему готовился. Я готовился к самопрезентации, но я был уверен, готовился к сдаче спортивных нормативов, потому что все равно, вот я сейчас это понял, что нужно спорту уделять время. Я как бы и в хоккей раньше играл, но сейчас я там меньше времени уделялось, поэтому нужно было вспоминать там весь этот спорт, то есть физическую форму свою восстанавливать. И вот я на работе там каждые 15 минут прыгал на скакалке там, ну вот как готовился. То есть там, значит, мы сдавали пресс, затем было введение баскетбольного мяча, затем была вот как раз скакалка, были приседания и волейбольный мяч набивания. Все вот со скакалкой я думал, что у меня не получится, в итоге все нормально получилось. Ну то есть я готовился опять-таки. В любом случае там та же самая импровизация, она подготовленная импровизация, только хорошая. На самопрезентациях ребята тоже пытались делать импровизацию, не получалось. Надо продумывать, готовиться обязательно ко всем встречам, ко всем и тем же самым пресс-конференциям, ко всем своим выступлениям, даже элементарно на парах в университете. Спасибо. Владислав Викторович, вопрос следующий от меня будет. Смотрите, по итогам таких вот региональных туров, федеральных туров, во многих конкурсах еще отбираются как раз-таки представители страны для представления, прошу прощения за тавтологию, на международной арене уже. Скажите, здесь, например, в течение года, до следующих выборов, избрания следующего студента года, чем будут заняты ребята? Будут ли они задействованы в каких-то федеральных больших проектах, международных? Есть ли планы, говоря одним словом, на них? Планы на этих ребят однозначно есть. Это называется, собственно говоря, наследие любого мероприятия. И грош цена любой молодежной политики, если воспитав активиста, воспитав лидера, воспитав, соответственно, автора проекта, мы потом его должны забыть. Если такое случается, на самом деле, значит, где-то были недочеты, и если человек не пригодился, то это плохо. Какие планы? Ну, во-первых, оба представителя включены в молодежную повестку дня. То есть это же не конкурс красоты, где красотой потом торговать будет сложнее. Это конкурс умений, навыков и инициатив. Допустим, Мария, она сказала, что у нее проект, который готовит и Министерство, и правительство Республики Татарстана, и вся Российская Федерация. Это, собственно говоря, волонтерский корпус на будущий чемпионат мира. Так? А говорить, если о нафисе, он уже включен в процесс. Сейчас вот в эти же минуты, вчера стартовал лидерский конкурс Росмолодежи. Там не только студенты, там всякие представители, активисты и руководители молодежных организаций. Это называется «Лидер 21 века». Нафис там задействован в качестве одного из организаторов площадок. Как я сказал уже, вот спасибо на самом деле, и без всякой тени сомнений могу сказать, великолепнейший проект «Наша победа». Мы сейчас идем в медиапространство, потому что половина сидящих в зале, а то и больше, сидят сейчас с гаджетами. И не просто сидят, а осуществляют коммуникацию, изучают что-то, переписываются. И естественно, мы идем туда, то есть молодежная политика должна быть там, потому что мы должны взаимодействовать как чиновники, должны взаимодействовать как активисты. То есть, нефис включен в этот процесс. Если говорить о системе, мы сейчас прорабатываем в республике, в министерстве предложения по формату системного подхода. Уже есть элементы социальных лифтов, но задача такая, чтобы каждый человек, проявившись в одном из конкурсов, появившись как звезда в одном из направлений, не уходил никуда в тень. И государство особое внимание на это обращало. Бы. Есть университет талантов 2.0, вы про него, наверное, слышали. Вот он призван быть общей объединяющей площадкой. А если говорить, соответственно, о конкретных присутствующих здесь ребятах, то я повторюсь, наверное, но они уже включены в повестку дня, они уже работают. Если отвечать на вопрос, готовим ли мы их к вселенскому конкурсу, я вам скажу, что мы их и к российскому конкурсу целенаправленно не готовили, чтобы там с утра до вечера Нафису выучи пять слов, там отжимайся. Как Нафис сказал, страшна для него была скакалка, то есть мы к этому не готовились. Здесь говорить о том, что мы целенаправленно готовим лидеров ради победы в лидерских конкурсах, это неправильно. Я хочу донести до вас очень простую мысль. Здесь лидер не самоцель, здесь общественник не самоцель, это результат и процесс. Задача молодежной политики, чтобы таких, как Нафис, было больше, больше и больше, чтобы каждый из вас мог в своем направлении себя реализовать. А вот тот успех, который достиг Нафис и Мария, это на самом деле подчеркивает, что система и путь правильный. Поэтому я и в начале нашей встречи пытался обратиться к вам, чтобы у нас был больше интерактив. И пользуясь случаем, пока у меня не отобрали микрофон и все не закончилось, я хотел бы вас всех пригласить. У нас же будет форум, наш Татарстан, новый сезон. Извините за рекламу, она не коммерческая. Соответственно, форум наш Татарстан, в котором есть направление молодых журналистов. Поверьте, от вашей активности очень многое зависит, и там тоже есть очень много возможностей. Я не ставлю под сомнение, что каждый из вас проявляет свою активность, свои таланты в каких-то из конкурсов, в каких-то программах. Но тем не менее, вот именно это, когда каждый находит для себя то, что интересно, и возможность находят с помощью поддержки государства, реализации своих интересов, это и есть молодежная политика. Поэтому на ваш вопрос отвечаю очень просто. Ребята, которые участники и победители конкурсов, это непосредственно команда, команда молодежи Татарстана, которая всегда в обойме, которая никогда не будет забыта. Спасибо. Можно напомнить? Да, конечно, коллеги, если есть, вы у меня сэминализируете. По поводу, вот, после победы вот именно номинации Гран-при моей в Республике, Маша, когда в прошлом году волонтер года выиграла в Республике, мы работали весь год над одним проектом, это 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Да, почему-то мы, видимо, забываем об этом. Как сказать? Ну, то есть, это вот тут прямо около сердца, но это вот мы там даже до участия в премии республиканской мы начали просто рассказывать молодежи о том, что есть возможность быть делегатом, есть возможность быть волонтером. И вот Маша как раз была главным рекрутером волонтерского центра, я был координатором отбора и подготовки делегации Республики Татарстан. Как раз таки это уже после победы мне предложили эту должность. И, ну, то есть, это вот она поддержка правительства, нашего министерства, потому что они видят, что человек старается и предлагает что-то новое, интересное. Фестиваль молодежи и студентов для меня это прям, ну, то есть, это ладно сутки без сна, это просто колоссальный опыт, это общение с разными людьми. Мы в Республике заняли, у нас было первое место по количеству, ну, было первое место по конкурсу. То есть, у нас было 13 человек на одно место, было 200 мест делегации, у нас было порядка 1700 заявок. И, то есть, мы отбирали из этих 1700 200 человек. И это было, ну, то есть, это общение с разными людьми, и скандалы, и обиды различные. То есть, там, я думал, что у меня там после фестиваля там 200 друзей останется, и 1400 будут ненавидеть просто. Но вот в итоге получилось. Вот тем же самым опытом мы смогли, то есть, сделать так, чтобы все были довольны, чтобы все так или иначе приняли участие. И Татарстан тоже очень достойно представил себя на вот этом Всемирном фестивале молодежи и студентов. Поэтому, я думаю, это тоже вот одна из заслуг нашей команды и команды Татарстан. Смотрите, сейчас начинается очередной тур отборочный, скоро будет уже сейчас заочный, потом очный, по студенту года. Очередной год, начинается очередной конкурс. Я бы хотела, во-первых, в аудитории очень молодые и юные пока еще студенты, первые курсы в основном, да, у нас здесь находятся. Им, чтобы вы сказали какое-то напутственное слово. И подспутно, конечно же, помните о том, что большинство сейчас очень сильно переживает перед новым туром, да. Скажите им тоже какие-то слова поддержки в завершении. Я думаю, очень хорошо будет это. Я, наверное, начну. В первую очередь, это не бояться. В принципе, у нас на Республике всего, ну, одно конкурсное испытание, это самопрезентация и рассказать о своей деятельности. Очень важно просто сесть и подумать, чем же весь, столько лет я занимался. Просто сесть, открыть свое портфолио, не закопаться в нем, потому что очень часто бывает, что люди, которые действительно занимаются очень многим, будет тяжело рассказать за пять минут членам жюри. Во-вторых, наверное, узнать побольше о своей деятельности, потому что жюри оценивает вас как профессионала в своем деле. И важно знать, что и как происходит в вашей деятельности вообще во всем мире, как обстоят дела, как обстоят дела в Республике. В принципе, все вопросы, которые, возможно, вам зададут, лучше сразу проговорить и, в принципе, не бояться и чувствовать, что вы победите. Спасибо. У меня пожелание, там, как уже Маша сказала про конкурсные процедуры, там первое – это ваше портфолио. Некоторые почему-то недолжное внимание обращают на создание этого портфолио, а надо… То есть портфолио – это вот папка с вашими грамотами. Вот все так ее и представляют, папка с вашими грамотами. Ну, подойдите креативно, если будете подавать. Сделайте, может быть, там, сверстайте что-нибудь в форме там журнала, книги, либо еще чего-нибудь. Удивите жюри уже на заочном этапе, чтобы на вас положили глаз и чтобы максимально прямо узнали о вашей деятельности. На самопрезентации тоже, ну, то есть удивляйте, зацепляйте чем-то, будьте искренними. Ну, хорошо, коротко. Вот они сидят молодые. Стоит им в следующем году принимать участие? Не стоит. Они еще об этом не думали. Конечно, стоит. Я, будучи второкурсником, первый раз пошел участвовать на номинацию «Общественный год» и для себя поставил цель. Я сразу понимал, что я не выиграю эту номинацию, потому что она сложная, но для себя поставила цель, что я вот выиграю для себя, если я пройду только в очный этап и расскажу о себе членам жюри. Вот тогда я выиграл для себя, рассказал о себе членам жюри, а потом уже пошли победы. Главное не бояться, рисковать, пробовать. Спасибо большое. Ну что, друзья мои, благодарим наших гостей. Спасибо, что пришли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...